всем привет друзья с вами Вячеслав и вы на канале рыбак пермяк давненько я обещал своей девушке что вывезу ее на суточную рыбалку и вот этот день настал посмотрев прогноз синоптиков мы решили выехать на один дикарь который находится недалеко от города чтобы половить карасика и карпика на flat feeder ну и на карповые монтажи соответственно вы не забудьте поставить лайк этому видео а также подписаться на канал думаю это видео для вас будет интересно всем приятного просмотра давайте пока не стемнело по-быстрому замешаем прикормку сегодня буду использовать остатки пм-бейс от миненко карпет от микс перемешку с нас израсти с клубникой так будем засыпать немножко тут ее осталось совсем немного нам-то по идее много не надо на ночь как всегда вода из водоема будем добавлять по чуть-чуть это у меня такая почти самая рабочая комбинация которая работа у меня на многих водоемах у по его книжки на ну и другом дикаде где поймал крупненького карпа тоже данная комбинация приносил мне рыбу так вот у нас прикормку же лепится и распадается сито я сегодня не брал потому что надо пешком немного таскать у меня машина такая низкая на такой машине что берегу близко не подъехать так что все у него сручную каждый килограмм вес очень важен и сито в этот раз я с собой не взяла потому что прикормкой так у меня крупнофракционный можно обойти себе сито ну и чтобы сюда не тащить как лишний вес его на берег все вроде прикормка замешалась лепится если понадобится до повлажнения я конечно это сделаю но думаю так в принципе будет нормально использовать я буду сегодня такую вот маленькую кормушку 25 граммовый отдам когда вот был на юге купил себе такая вот мелочушка и крючок двенадцатого номера на карасиком формой кранг насадку мне как всегда маленький пупапчики 8 миллиметровая желтого цвета это самый мой любимый цвет по насадке ну и у карпа на мой взгляд тоже надеваем на волос ну и вставляем сюда стопорочек так отрезаем конечно жалко что я не взял топтушку потом я зимой себе закажу так что буду заминать руками так вот нормально лепится лепится все проли вот так вот сюда такую горочку залепляем хорошенького корма и потом сюда вот так насадочку с кучком тоже залепляем на мой взгляд конечно волос немного длинноват получился да ладно сейчас проверим на рыбке не понравится нет все получилось такая вот маленькая конфеточка легенькая тут еще кстати глубокие вместе ловли так что думаю легкость кормушки мне только поможет но все что буду закидывать я только что сделал первый заброс теперь будем ждать поклевки только снова это у меня клюнул карпик походу прям нормальный такой порозик было в будущем у вас в плейки буду выдастся я пожалуйста да да спасибо спасибо я выйду виспо выглублю да 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 так друзья вот у нас попался первый дикий карпик поздравляем спасибо только что попался на маленький пупапчик такой вот карпик сколько мере килограммовый сейчас пока положим его в садочек а утром будем скорее всего с ним фоткаться сейчас будем дальше ловить продолжать может быть что-то и достойное клюнет может по антикорпник так вот у нас очередная поклевка лицо там только не видно так не карп конечно но карасик тоже хорошо так вот такой вот карасик ну и сегодня уже нарисовывается классная рыбалка сначала карпик карасик две плотвички то будем ждать . может быть и подойдет еще кухню сюда карпик и все ждем продолжения так вот такую вот сегодня маленькую кормушку использую весом 25 грамм отлично ночью работала на нее поклевок было больше чем на 40 граммовую такую же аналогичную версию ну она еще и больше конечно была ну да ладно мы берем вот такой вот 8 миллиметровый пупапчик самая сегодняшняя рабочая насадка у меня и вообще у меня чаще работают мелкие насадки чем большие так одеваем потом ставим стопорок к большому сожалению я взял только чистые кормушки зимой закажу к ним дополнительный счет обтушки бау чисто для карася но оказывается карпа на них тоже можно нормально ловить сейчас буду сюда залеплять прикормку и закидывать в воду вот такая вот легкая и удобная кормушка всем доброе утро друзья ночью было жарко карась клевала просто без остановки у меня были нулевые шансы на сон так что пришлось дубасить карася почти всю ночь ну давайте я вам коротко расскажу как все это было сначала у меня вот вечером клюнул один карапик вы видели после чего наверное минут через 20 произошла вторая поклевка карапика к сожалению он завел вторую и у меня произошел досадный сход ну ничего страшно он было ни больше ни меньше так что не так обидно было ну и потом уже наверное до двух часов был такой прям нормальный клев карася в два часа его где-то был пик и потом наверное к часам пяти клев потихоньку сходил на нет то есть к рассвету как говорят надо наоборот ехать с утра ловить карася к рассвету клевого практически не было клев наверное возобновился только в 9 вот сейчас часов утра сейчас уже на улице где-то часов в 10-11 но рыбка потихоньку проскакивает поклевки сейчас конечно реже чем ночью ну и кидать приходится немного подальше на карповый монтаж тоже кстати не было ни одной поклевки ну тут я в принципе всегда ловил карпов только на маленькие насадки там 8-10 миллиметров на большие насадки у меня карпа почему-то не клевала надо будет сюда еще в этом году разок приехать и более осознанно половить тут место на которое я хотел сначала сесть было занято там прям дно такое твердое хорошее я сначала думал туда приеду хорошенько закормлю и буду уже ловить тут целые сутки ну ничего страшного и на своем месте неплохо ловил на глубоком углу в следующий раз я сюда приеду надеюсь что место будет свободно я там немного прикормлю и думаю результат у меня будет немного получше ну все пошел я дальше продолжать ловить рыбу может быть какой микраб их еще заскочит ко мне на точку ну а вы не переключайтесь и смотрите это видео до конца ведь в конце видео я раскрою парочку секретов по ловлю в глубоком углу такая вот маленькая кормушка отлично показывает себя на глубоком углу на этой рыбалке просто топчик на нее больше всего поклевок было ну и на эту оснастку плюнуло два карпа как раз ладно сейчас будем опять закидывать только что поймал еще одного карасика пора посмотреть мой улов сейчас я буду доставать сюда садок фотографироваться с рыбой ну и вы увидите конечно количество сколько я тут поймала может быть даже и взвешу сейчас я ее так ну что пора доставать вот такой вот скромный улов у меня получился с вечера до утра можно сказать клевала только вечером и ночью ну и сейчас вот пару рыб я поймал буквально вот такой вот карпик сколько у меня наверное килограммчик есть такие вот карасики даже крупненькие некоторые вот встречаются сейчас я вас отпустим две платочки попалось куда-куда-куда все ну основную часть улова составили карасики вот такие вот на экран 400 как весит так решили все таки взвесить свой улов посмотрим сколько здесь мат у нас где-то весит кило сто где-то кило двести ну кило двести где-то ладно сейчас посмотрим сколько весил ловчик у меня вышел еще десять килограмм значит получить десять триста значит получается я в районе девяти килограмм где-то поймал рыбу сегодня может быть даже девять сто где-то ну в принципе неплохой результат учитывая то что я выезжал в основном отдохнуть чашлык пожарить а не рыбу ловить и при том мое место заняли на котором я изначально хотел сидеть и закормить точку и думал туда карпы придут но в итоге ловил глубокую муу и ловил такой вот уловчик так а теперь самое главное что нужно сделать с этим уловом в частности с карпником будем это все дело отпускать так сейчас мы сначала карпник возьмем давай давай ну ка мелко да тут наверно что-то мне кажется так тут поглубже немного потом он сам уже готов как от плыть я чувствую ну ка так давай иди так раз я пока отпущу кто-то не мешает всего здесь грязными сделать там тоже в принципе пол лучше вот так сразу ну все теперь самое сложное надо все отмывать садок мат и все такое потому что все испачкал этом и у здесь грязным прям здесь вонючий сейчас я вам расскажу кстати пару секретов какой-нибудь в глубоком его использовала сегодня до вида кормушек одна вот такая маленькая другая побольше напоминающий вегас но в этой ничего примечательного я для себя не нашел а вот эта мне больше понравилась такая вот маленькая хорошо подойдет для ловли всякого карася плотвички маленькая подлещика ну и как видите карп на нее тоже позарился когда буду подводить итоги расскажу вам о ее плюсах вот очередная рыбалка подошла к концу результатами я в принципе доволен ловил на том месте не на котором хотел вместо твердого дна получил ил но в принципе тоже неплохо отловился давайте не будем тянуть время и перейдем к двум моих факам которые помогли мне наловить много рыбы в этих непростых условиях первое это использование маленькой кормушки легкой самое главное я ловил на 2 оснастки одна была с маленькой кормушкой вторая была уже с большой кормушкой там я пробовал ставить и 60 граммовую копию оранжа потом 40 граммовую отдам поставил но все равно на маленькую 25 граммовую кормушку самое главное она мало весит ну и по размеру она сама по себе маленькая на нее было намного все равно больше поклевок кидал я их и в разные места и в одно даже место кидал там буквально метр разницы было все равно на маленькую кормушку было поклевок больше при том то что корм был в них одинаковый про первый лайфхак я вам рассказал давайте же расскажу теперь про второй когда уже стемнело наверное часов 10 я перезакидывал свои оснастки взял маленькую кормушку в руку и понюхал ее от нее просто нанесло этим вонючим мылом и тут я решил добавить прикормку высокоатрактивный ароматизатор со вкусом сливы конечно вкус думаю не имел особо значения но так вдруг кому интересно я озвучил этот вкус вот потом я добавил в прикормку залепил кормушку и забросил через какое-то время опять перезабрасывал достал кормушку от нее просто нанесло этой сливой таким образом легкая кормушка в совокупности с высокоатрактивным кормом помогали карасю быстрее найти оснастку и заглотить насадку ну и попасться мне на крючок без подводной съемки это конечно невозможно подтвердить или опровергнуть но я в это верю думаю что два эти фактора в совокупности помогли мне поймать большое количество карася ну и добиться двух поклевок карпа ну вроде бы все все вам рассказал о сегодняшней рыбалке если вам понравилось видео ставьте лайк а также подписывайтесь на канал вы были на канале рыбак-верьмяк всем пока